Норильчанина обвинили в экстремизме за размещение объявления на сайте продаж. На Зеленогорце завели уголовное дело за фото и видео в социальных сетях. Жители края все чаще стали наказывать за неправильное поведение во всемирной паутине. Как не нарваться на реальный срок за репост, разбиралась сегодня моя коллега Юлия Чупрова. Юлия, здравствуй, расскажи, что удалось узнать? Алина, добрый вечер. Наверное, эту ситуацию лучше всего разбирать на каких-то конкретных примерах. А именно, что недавняя ситуация произошла в Норильске. Там прокуратура обнаружила на сайте объявление о продаже посуды со свастикой. Мужчина, который разместил это объявление, его обвинили в пропаганде и публичной демонстрации нацистской символики. А это запрещено законом Российской Федерации. Предприимчивый норильчанин, который, судя по всему, хотел заработать денег, оштрафовали. Точная сумма нам неизвестна, но, согласно статье, он получит штраф от 2 до 5 тысяч рублей. Вообще, норильская прокуратура весь год мониторила сайты с запрещенным контентом. И за это время выявила больше 20 нарушителей. Сайты содержали информацию об оказании услуг интимного характера, продаже алкоголя через интернет, а также призывали к экстремизму. Юля, если с интимными услугами и алкоголем, продажей алкоголя все понятно, то с экстремизмом напротив, какие действия могут попасть под эту статью? Этот вопрос мы сегодня задали следователям. Они накануне как раз закончили расследование о зеленогорском экстремисте, который в апреле этого года на своей страничке в социальной сети ВКонтакте разместил 9 фотографий и видеозаписей, цитата, содержащих информацию, направленную на возбуждение ненависти, либо вражды, а также на унижение достоинства человека, либо группы лиц по признакам расы и национальности, конец цитаты. На 41-летнего и, кстати, ранее судимого зеленогорца завели уголовное дело. Теперь за размещение фотографий в социальной сети ему грозит реальный срок от 2 до 5 лет тюремного заключения, либо он может отделаться штрафом от 300 до 500 тысяч рублей. Ну а теперь давайте послушаем, как все-таки не оказаться на месте этого зеленогорца. Понести уголовную ответственность можно не только за размещение ролика у себя на странице, но также за перепост его. Три статьи входят в эту категорию экстремистских преступлений. Это статья 280-я, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Статья 282-я, возбуждение ненависти, либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. И статья 354-я, публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. Следователи также рассказали, что чаще всего жители региона, да и вообще жители страны наказывают за возбуждение национальной ненависти. Это самая популярная, если так можно сказать, статья. Также в Следственном комитете рассказали, что за последние годы такие преступления, а именно даже наказание за эти преступления выросло в разы. За этот год в Красноярском крае наказали более 40 экстремистов. В основном это молодые люди от 18 до 35 лет. Еще одна интересная деталь это то, что большинство дел возбудили за размещение информации в социальной сети ВКонтакте. А именно 207 уголовных дел за последние два года. В Фейсбуке напротив всего два уголовных дела. Ну, я думаю, что из этого стоит сделать, конечно, соответствующие выводы и быть осторожнее в своих высказанных социальных сетях. Тем более, что список материалов, которые считаются экстремистскими, они признаются таковыми по решению суда, он постоянно пополняется. И с ним можно ознакомиться на сайте Министерства юстиции. Бессловно, в интернете свободы больше, чем в реальной жизни. Ну, и некоторые в сети путают свободу и безнаказанность. Этого, конечно, делать не стоит. Алина. Спасибо огромное, Юлия, за информацию. Я напомню, это был наш корреспондент Юлия Чупрова о том, как правильно ввести себя в интернете, чтобы не нарваться на уголовную статью.